Спасательный круг или гиря МВФ выделяет дополнительные 17 миллиардов для спасения украинской экономики. Каковы последствия? В эфире вместе выгодно. Я Борис Чесноков. Здравствуйте. 17,5 миллиардов долларов. Именно столько Международный валютный фонд выделит для спасения украинской экономики. Эта сумма может вырасти и до 40 миллиардов. Это уже второй кредит за год. В прошлом году МВФ выделил Киеву 17 миллиардов. Куда ушли эти деньги? Загадка. Чиновники Международного валютного фонда говорили, что кредит должен вернуть к жизни украинскую экономику. Но почему-то этого не произошло. По итогам прошлого года она упала на 7,5%. Инфляция 25%. И это еще достижение. Ведь гривна всего за год обесценилась втрое. В начале года за доллар давали 8 гривен. Сейчас почти 26. Поможет ли в этой ситуации новая финансовая инъекция? Тоже большой вопрос. В общем-то ситуация будет похожа на положение в России 90-х годов эпохи Ельцина. Когда вроде бы и зарплата не выплачиваются, и денег у людей нет. Правда, нужно добавить, потому что цены будут очень высокие и тарифы будут очень высокие по сравнению с ельцинскими временами. Но при этом дефолта тоже не происходит, потому что есть какие-то внешние источники денег, которые позволяют держаться на половой. Золотовалютные резервы Украины всего за год упали втрое. До минимального уровня 6,5 миллиардов. Это при том, что уже в этом году Украине нужно вернуть долгов более чем на 7 миллиардов. Государственный долг приближается к 40 миллиардам, а общий долг, включая корпоративный сектор, к 180. Помощь МВФ поможет избежать дефолта и пополнить резервы. Но какой ценой? Условия предоставления кредита сформулированы расплывчато. Реформа энергетического сектора. Тарифы на газ вырастут в 7 раз. Это данные депутатов Верховной Рады. Реформа пенсионной системы. Очевидно, поднимут пенсионный возраст. Сокращение бюджетных расходов. Судя по всему, без работы останутся врачи, учителя и ненужные чиновники. Сейчас, когда МВФ выделяет столь большие суммы, он потребует достаточно жесткого расходования этих средств. И, в общем-то, эти деньги не предназначены для населения страны. Они должны это четко понимать. И деньги до него не дойдут ни в коем виде. Это просто может случиться, как в Аргентине. И, видимо, через какое-то время случится, как в Аргентине в начале 2000-х, когда просто люди выйдут с пустыми кастрюлями и правительство сбежит на вертолете. Как это было в случае с аргентинскими властями, где тоже рецепты МВФ в больших количествах и кредиты МВФ довели экономику до полного развала. Впрочем, другого выбора у киевских властей нет. Либо брать деньги под любые условия, либо объявлять дефолт. Впрочем, сможет ли Киев вернуть эти деньги – еще вопрос. Все выпуски проекта «Вместе выгодно» в любое время можно посмотреть на мультимедийном портале мир24.tv. С нами интересно. Продолжение следует...